Добрый вечер! Вы на канале A1. Я говорю как попка-дурак постоянно, постоянно здоровый с вами. Такое ощущение, что сейчас кто-то подсоединяется и не подсоединяется. Те, кто уже опоздал на нашу передачу, так и уже можете не включать. Итак, я приветствую всех любителей поесть на ночь, посмотреть хорошее кино, пообщаться с противоположным полом, выпить хорошего вина и вообще так задумываться о том, то, что происходит не только у себя на кухне, а вообще в стране. Итак, мы сегодня говорим про киногероев и кто они такие, и вообще, почему их сейчас может быть мало, или какие они сейчас. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Добрый вечер, Юрий. Здравствуйте, как вас зовут? Владимир, Волгоградская область. Что думаете, Павел? Разрешите выразить вам огромное спасибо за то, что ваши передачи есть, ведете вы ее абсолютно правильно, а то, что пишут эти девушки, я считаю, не нравится, переключи другой канал и смотри то, что нравится тебе. Ну, вы знаете, вот, знаете, скажем честно, я к этому отрожусь немножко по-другому. Знаете как, есть такая дива, наверное, тоже какое-то определенное поколение, там, Собчак, она тоже говорит, я один раз слышал, а вы, ну, переключите. Ну, поэтому мне не хочется, чтобы у нас вот Света там, или там какой-то еще молодой человек писал. Я вот что-то просто поражаюсь одной вещью, ну, почему-то человек там пишет, говорит, а вот у тебя там, Юрий, у вас дорогие часы. Да, я зарабатываю деньги и этого не стесняюсь. И, слава богу. Да, поэтому я не хотел бы, чтобы эти люди переключали и говорят, ну, и нафиг вас не надо. Нет, надо что-то изменить. Я всегда против агрессии. Потом, знаете, очень кого-то там, я читал, обидело мое отношение к Терминатору. Когда я перевернул анонс вверх ногами и показал, что разница-то никакой. Вот так смотрите анонс, вот так. Вот прям вот обидело их, бедных несчастных. Я объясняю, почему я это сделал. И ни с какого, ни с высока. Я считаю, что совершенно два потрясающих было Терминатора. Первый, ну, и второй Камеруна. Вот, кстати, буквально вот рекомендую, если кто там коллекционирует, на Блю-Рее вышло, в Америке вышел морфированный, все уже сделанный Терминатор 2 Камеруна. Да, супер-супер звук, он сейчас мне из Америки придет. А вы вообще на сегодня часто смотрите кино? Ну, я большой фанат вообще фильма. В Терминатор 4 вот буквально посмотрел отличный фильм, мне понравился. Вам понравился? Да. Нет, ну тогда я, ладно, понравился. Ну да, на вкусу все товарищей нет, но я считаю, мне вот, можно, да, мнение? Да, конечно, интересно. Вот Кристиан Белл, да, отличный актер, звезда, да, но мне вот почему-то кажется, что его вот занижают, что ли, в фильмах. Вот я хотел как раз-таки сказать о героях, о супергероях сегодняшнего дня, да. Вот возьмем фильм последний, Кристофера Нолана, да, знаете, «Темный рыцарь», «Бэтмен». Да, супер. Вот, «Хит Леджер», да, «Царство ему небесное». А, кстати, вот просто, можно, кстати, буду перебивать, чтобы не возвращаться? Да, да, да. А вы знаете, как это кино было снято? В смысле? Вы видели это кино где? Я в кинотеатре. Вы, извините, из какого города? Волгоград. Большой у вас экран был, на котором вы смотрели? Да, большой, да. Большой? Вы не обратили внимание на качество изображения? Ну, вот я, честно говоря, забыл просто. Сейчас я его пересматриваю уже на блуре у себя дома. Да. Так вот, наверное, в вашем кинотеатре, как и у нас, в Москве тут тоже, хрен найдешь хорошие лампы накаливания. Я сейчас не шучу. Ну, камера и МАК снимал, я знаю. Снимали фильм. И вот если вы на блуре, у вас блуре, да? Да, да, да. Вы видели там у вас то узкий экран, то широкий? Да, да. Видели? Да, да, да. Это не брак. Знаете, что это такое? Угу. Рассказываю. Вот все, что когда идет с каше, ну, каше, ну, черный экран, это снималось на нормальную камеру 35 миллиметров. Угу. А когда они не стали убирать каше и делали полный экран, эти фрагменты сняты на пленку 72 миллиметра. Угу. Не 35, а 72, который позволяет натянуть это на гигантский экран. И там супер изображение. И следующее еще. Вы знаете, что в этой картине, помните там взрыв в больнице? Помню. Знаете, как это сделано? Как же? В натуре. Угу. Никто не занимается спецэффектами, никто не рисует. Если вы топовый человек и у вас есть бюджет, это всегда видно. Они долго вымеряли это расстояние, чтобы в натуре взорвать эту больницу и чтобы актера не повредить. Это настоящий огонь. Это ненарисованный огонь. И вот эти всякие мелочи, они очень сильно воздействуют на кино. Но мы ушли, к сожалению, от темы киногерой. Извините. Да, да, да. Кит Леджер. Согласитесь, Джокера сыграл он намного лучше, чем Джек Николсон. Вы знаете, частично соглашусь. Мне понравилось, как сыграл Леджер. Но, понимаете, давайте откатимся назад. И что, какой мир был тогда, и какой был хитрый Николсон в роли Джокера. А сейчас стал эта мерзость в виде Джокера как террориста. Понимаете, сценичного. Время изменилось. Я бы не стал говорить, что Николсон хуже. Просто все стало другое. И как раз, мне кажется, они попали тогда и с Николсоном, сделали такого героя. И сейчас они сделали. Мне кажется, что здесь вот... Нет? Разрешите еще такой момент. Я бы хотел спросить. А вот смотрите, Шон Коннери, да? Бонд того времени и сегодняшний Бонд Дэниел Крейг. Сантехник, да. Вот я посмотрел оба фильма, да? Вот раньше я не был фанатом вообще Бонда, Бондианы. А вот сегодняшний день смотрю, да? Дэниел Крейг производит на меня впечатление вот такого холодного, расчетливого, действительно разведчика, что ли. А не того вот такого романтика, меланхолика. Так он был, тот же был, вы помените, тот был супергерой. А этот герой, тот был... Наемный убийца. Да, он убийца, он там вообще придет, он весь в крови, это так неэстетично. А когда, помните, Конор в белоснежных рубашках, в запонках, ну какой крек и рубашка, но он так хорошо смотрится в джинсах, да? Ну, в плавках, ну это, наверное, кого-то интересует, я уже вышел из этого возраста. Вот, поэтому на самом деле, смотрите, смотрите, вот скажите, пожалуйста, вот давайте к нашим баранам, ну то есть к нам, скажите, пожалуйста, вот есть в вашем понимании за ближайшие 10, пусть даже 15 лет, киногерой российский, который, вот нашего периода, 15 лет, 15 лет, который действительно киногерой, который отвечает в современности вот в этот период. У вас. Понимаете, да, я могу немножко сказать, вот они настолько быстро появлялись и исчезали, да, вот такие короткие периоды, как, например, Машков чуть-чуть побыл, потом, значит, дедюшка тоже побыл немножечко, значит, и все они то появлялись, как вспыхивала яркая такая свечка или лампочка, и вдруг она затухала, то ли они и кино становилось неинтересно, да, вот Машков там в Америку уехал, да, сейчас, то есть просто не успеваешь за ними, только начинаешь к ним привыкать, ими восхищаться, как они, к сожалению, пропадают, и мы их теряем. Я понимаю, кстати, вот, кстати, к разговору о дедюшка, я его самый первый снимал, я делал проект, посвященный видеопиратству, такой ролик был в 90-е, наверное, в восьмом году, когда я придумал, что если сложить видеокассеты, значит, вкладывать так, как кирпичики, человек себе делает стену и превращается в тюрьму. Вот у меня играл там дедюшка, первый раз приехал, он из провинции, вот он играл со своей этой внешностью брутальной и так далее, я его в кино не снимал, я по-другому я к нему относился, как к актеру, вот, ну неважно, но вот вы считаете, значит, нет такого героя, да, вот вы считаете? Вот яркого персонажа, к сожалению, не могу вспомнить, не могу вспомнить, что у меня... Ну, давайте мы дадим, что там? Вопрос еще какой-то? Да нет, в принципе, я... Спасибо, спасибо, мы дадим возможность кому-то сейчас еще позвонить на наш канал, который называется A1, наш телефон в студию 8495-276-0985. Я порезал петрушку и сейчас немножко еще порежу укропа, я это сделаю потом, когда перед самой подачей, потому что нечего там это париться, пусть это все будет. Итак, киногерой, кто он для вас и кто является киногероем сейчас. Добрый вечер, вы в прямом эфире на канале A1, я ее ведущий, бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Именно меня зовут, я из Белоруссии дозвонилась к вам. Здрасте. Ой, а кстати, а откуда из Белоруссии? Брест. Брест, а я, о, кстати, вот, я не знаю, по теме. Я вчера встретился с Игорем Угольниковым, а он в Бресте снимает сейчас картину «Брестская крепость». Батька вас дал 3 миллиона долларов. Вы знаете об этом? Нет. Вот, стоите, он на молоке заработал и сразу на Брестскую крепость вам дал. Вот сейчас молоко запретили в России, что там будет делать? Ну, и, кстати, приличный бюджет, 6 миллионов, может получиться. И знаете, у меня был шок вчера, вот, если вы из Бреста, а проверните, я Угольнику сегодня позвоню. Он сказал, посмотрите, мы приехали там на съемки, ну, выбирать натуру Брестской крепости, что внутри Брестской крепости, внутри, до сих пор не разминированы площади. Это правда? Не разминированы? Да. Я не знаю, не слышу. Ну, вот сейчас сказал Угольников, ну, хрен с ним. Давайте вопрос. Вопрос у меня такой, он наболевший, в общем-то, по поводу киногероев и героев, актеров, певцов. Да, да. У вас портрет Высоцкого висит на стене. Да. У меня 39 лет и очень много лет для меня это был такой, не человек, и да, в нормальном, хорошем смысле. Да, понимаю. Вот, и к большому сожалению, вот вся информация, которая была о нем в последнее время, в связи с выходом книги Марины Влади и высказыванием соседей и друзей так называемых и неназываемых. И я бы хотела вот спросить, что Вы думаете по поводу развенчивания таких людей? То есть имеем ли мы право и нужно ли нам вообще знать подробности какие-то настолько личные, которые знают соседи? Я понимаю, вот мне... Моей веры в Высоцкого... Я все понял. Спасибо большое за звонок, спасибо. Вы знаете, вот не переживайте, я вот тоже с гигантским уважением, с гигантским интересом, таким даже придыханием отношусь к Высоцкому, и буквально вот в Москве открылась книжная ярмарка, там была, ну, дурацкая книжная ярмарка, вот, но там были развалы старых книг, и я купил книжку, которой тиража уже нету, я купил неопубликованные фотографии Высоцкого, гигантскую книгу, вот, поэтому все, что не говорили про его прошлое, про его зависимость, там, ну, понятно, да, но ничего это не будет стоить, это все ничто, да, люди об этом узнают, но от того, что я буду ответить по-другому к Высоцкому, не проблема, вообще не проблема. И когда происходит некая подмена, и когда мы раньше понимали, что Колчак – это зло, ну, теперь мы понимаем, что это киногерой, ну, я так, в кавычках говорю, да, но неважно, но это совершенно уникальный человек с потрясающим образованием, там, ну, и так далее, и тому подобное, да. Я думаю, что если завтра скажут, что Павка Корчагин, там, какой-то урод, я с ней соглашусь, я плакал на фильме «Как закаляла сталь», там, действительно, правда, хорошее кино, и я то, что скажу, что там было что-то такое, не повредит. Я считаю, что вот если человек большой, ты любыми там посылайте ему вслед словами плохими, а он от этого хуже не станет. А кто на это ведется, значит, тогда у него, он не понимает, что такое есть Высоцкий. А к разговору о киногероях, что тоже очень важно, я вижу звоночек сейчас, вы выпускайте, касаемо киногероев, они же меняются, да. И, кстати, вот на смену, помните, там Олег Даль появился, да, потом Высоцкий, прекрасный фильм «Вертикаль», суперфильм, я считаю, что вот Говорухин мог вообще больше ничего же не снимать, потому что достаточно было снять такой фильм «Вертикаль», это очень серьезно, да. И я рад, что там я с многими артистами из этой картины сам знаком уже, и мы на эту тему говорили. Поэтому не переживайте, если вашего кумира кто-то поливает какими-то какашками, ну, это проблема этих людей, абсолютная проблема. И знаете, вот я сегодня бежал с другого эфира, был там на одном канале, обсуждали проблему там русского кино опять в очередной раз, Московский кинофестиваль сейчас открывается, там отдельно поговорим. Так вот, мне кажется, что не надо бояться быть искренним в своих каких-то проявлениях, я имею в виду и зрительских, и там кинематографических, не надо бояться. Вот Высоцкий как раз из той категории. И вот, например, Баталов, который для меня, ну, я рад, что я с ним знаком, делали совместный проект, не один проект делали. Совместный, и я рад, что он не снимается в этих картинах. А сегодня на эфире был, сидели какие-то актрисы, которые везде снимаются в разных сериалах, и они говорят, что вот мы не можем отказаться, надо кушать, надо кушать. Да, а Баталов тоже надо кушать. Поверьте, на зарплату педагогов ГИКа тоже много не проживешь. Но он не снимается в дурацких картинах. Добрый вечер, Вы в прямом эфире. Добрый вечер, Юрий. Здрасте. Как Вас зовут? Меня зовут Виктор, я из Санкт-Петербурга. Здрасте. И у меня вот вопрос. Вы смотрели фильм «Хранители»? Я, Вы знаете, не смотрел фильм «Хранители», я обязательно посмотрю, потому что мне очень было симпатично посмотреть «300 спартанцев», потому что я к такому кино отношусь с интересом, ну, когда все нарисовано, это отдельное произведение, да. «Хранители» еще не видел, поэтому комментировать там не хотелось бы, не могу. Ну, вот у меня как раз вопрос, или реплика такая, связанная именно с этим фильмом. Ну, дело в том, что все герои, все супергерои этого фильма, они показаны именно то, что они люди, и, как говорится, ничто человеческое им не чуждо. И я считаю, что это основная тенденция вот современных киногероев. Это касается и Джеймса Бонда, это касается и Бэтмена нового. Согласен. И вот «Хранители» — это в этом плане, наверное, самый показательный фильм. Да, я… Но вот согласитесь, вот я начал говорить там про 70-е, про 90-е, помните, появился в 90-х годах ребята накачанные, Шварценеггер, Сталлоне, да, тоже определенный ответ. Мне очень понравилась реплика Регена, да, когда он там случился захват самолета, и Реген выступал, еще отдельный кадр это еще, Реген, тоже скажу смешную историю с Регеном. Вот. Так вот, он посмотрел фильм «Рэмбо» и в официальном заявлении сказал, вы знаете, я сегодня вечером посмотрел фильм «Рэмбо», и теперь я знаю, что делать, когда будет такая критическая ситуация в стране. Ну, абсолютно кинополитика государства и так далее. Так вот, это было 90-е, а в 2000-м году, вот как вы относитесь к такому образу, как кинурис в «Матрице», да, это же совершенно другое, да, холодный, расчетливый и так далее. То есть, представляете, какая, после накачанных ребят вот этих, да, безусловно, интересных и там прекрасные Сталлоне в роке, да, и все эти иронии, когда про него говорят, вот он старый, снялся еще в одном, смешно, ребят, вы в возрасте будьте таким, и я просто, дай Бог вам здоровья. А он говорит, вот Сталлоне уже не тот. Ну, ребят, не тот. Знаете, мы стареем, ничего страшного. И вопрос, что хорошее, молоденькая березка тоненькая или такой толстый дуб из коры, да, вот такой здоровый. Я не знаю, что лучше. Согласны с этим? Согласен, да. Вот. Что-то я не туда пошел. По поводу НЕО могу сказать только то, что «Скара «Матрица» вывела на экран абсолютно новый жанр кино. Ну, это абсолютно новая, скажем так, это пласт литературы толком, киберпанк, да? Ну да. То есть это было что-то новое. Стоп, но киберпанк, извините, но киберпанк был раньше. Ну, это в новой литературе. На кино его не было. Здрасте. Я, может, что-то сейчас запутаюсь, но, может, кто-нибудь позвонит, поправит мне. Мне кажется, вся история с киберпанками началась еще на лезвии бритвы. Ну, это фантастика, скорее всего, больше. Да? А мне что-то там казалось, что это туда, все там есть. Ну, могу ошибаться. Может, я там это увидел. Ну, возможно, да. Сильный такой действительно тоже очень хороший и неоднозначный. По поводу вот НЕО, ну, роль спасителя, роль спасителя другого. Не знаю. Мне все казалось, что «Матрица» это вот такое, несколько религиозное даже в чем-то кино. Ну, религиозное, что вы имеете в виду? То есть, религиозное с точки зрения, там, поклонения, да, вот к этому культу, вот этого расчетливого человека, этих пространств и так далее, той самой «Матрицы». Вы в этом имеете в виду или что-то более высшее? Нет, я имею в виду то, что вера в то, что человек, ну, как там, становление от НЕО до спасителя. Ну, понятно, до спасителя. Да, до НЕО этого достаточно большой период занимает. Это все-таки вопрос веры. Ты сможешь поверить, что ты силах что-то сделать или не сможешь? Я понял. Скажите, пожалуйста, а вот для вас лично, вот лично для вас, да, вот я задал вопрос касаемо российских киногероев. Вот кто для вас за последние 10-15 лет мог бы таким киногероем называться «Не путаем с сексимолом». Это другая история. Киногероем? Ну, вот, не знаю, в России как-то у нас сложно с этим. Я не могу сказать, что у меня что-то. За последние 10-15 лет вложил штуку в кино, в нашем. Хорошо, спасибо вам большое за звонок. У нас остается совсем мало времени. Рыба наша почти уже готова. Поэтому я так, чуть-чуть так подойду. Вот мне подсовывают вопросы. Вопросы Юрию Грымову написано, знаете. Такое ощущение, что здесь есть кому-то другому вопрос. Знаете, вопрос-то Юрию Грымову. Грымов? Юрий? Где Юрий Грымов? Передайте тому. Что-то мне нравится. Вот мне нравится. У нас параллельно идет 13 передач в эфире. И все не знают, кому какие вопросы задавать. Так вот, я скажу свое отношение к киногерою 10-15 лет. Я считаю, что совершенно точно, я вижу звонок, совершенно точно это фильм «Брат», где сыграл Бодров-младший. И вот действительно нравится кому-то, это не нравится. Да, то, что он с пистолетом необоснованно убивает. Там все понятно, это есть. Но я считаю, что он ответил на вопрос 90-х годов. Может быть, там немножко национализм и так далее. Но мне кажется, что Бодров как раз вот смог как-то так материализовать тот самый герой, которого давно ждали. Мне так кажется, я могу ошибаться. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Алло. Алло. Здрасте, откуда вы? Здравствуйте. Да. В набережных Челнов, Катахстан. Вот, здорово, набережные Челны. Какой у вас вопрос? Зовут Илья. Юрий, сначала реплику, если можно, да? Пожалуйста. Хочется поблагодарить вас за то, что вы делаете на фоне того, что происходит на нашем телевидении. Экономим время, спасибо большое. Ценю, без этого мне было бы трудно работать, я говорю честно. Большое спасибо. Давайте сплотняться, а то сейчас у нас уже подойдет Лариса, и мы будем с ней уже говорить. Какая ваша реплика про киногероев вообще или вопрос? У меня сначала реплика, потом вопрос. Давайте. Для меня киногерой – это человек, которому я верю и переживаю, глядя на него. А подражательный момент у вас нету? Вы не хотели какому-нибудь киногерою подражать? Я хочу быть такой же, как вот, вот как вот, и прямо вот такой же. И в таком же пиджаке. Целиком и полностью никогда, но что-то, возможно… Да ладно. Ну серьезно, что ли, никогда? У человека хотелось бы взять. А вот когда это было половое созревание? Когда в кино ходишь, чтобы только что-то посмотреть и на что-нибудь, и чему-то научиться? Когда у меня было половое созревание, то я в кино смотрел не на кино. Понятно. Ну я про это же. Но там же рядом с ними, за которыми мы наблюдали, были какие-то еще ребята, которые себя вели как-то так. Мне вот очень всегда нравился, я помню, помнишь, такой фильм был «Кто поэт-русковец?» Помните русский фильм? Ну да. Там играет Кайдановский. Не помните? Ну Кайдановский, ну есть такой. Что-то я сейчас приврал. Да. По-моему, Филатов. Филатов. Точно, там Филатов играет. Помните, да? Да. Алло. Вот мне все время показалось, что это так хорошо. Я даже дома сюда цветомузыку поставил, чтобы девушек совращать. У меня была цветомузыка, я говорю, у меня дома есть цветомузыка. Три лампочки мигали и прям... Так, извините, я вас перебил. Алло. Ничего страшного. Да, какой у вас реплика, понятно, ваших пристрастий. А какой вопрос? Еще коротко. Вы спрашивали, кто вот киногерой для меня, ну для людей из отечественных и из иностранных. Да. Из иностранных могу... Вот Джек Николсон для меня как бы актер. А среди отечественных... Стоп, 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 могу поправить вас. Вы говорите, Джек Николсон для меня актер, но Джек Николсон создал гигантскую палитру картину. Это прекрасный артист. Но мы говорим о киногерое, который Джек Николсон сделал. Это что, Сияние или это киногерой Маккарти? Очень мне понравился фильм. Отличный. Какой? Вот фильм Сияния именно. Нет, нет, мы говорим про киногероя. Вот где для вас образ, работа прекрасного Николсона соединилась с формированием героя? Где это? Кто этот человек? Или в истерских ведьмах? Этот вот, он, как сказать, он каждую секунду, ты не знаешь, чего от него ждать. Нет, это другое, это мы говорим про актерское мастерство, это мы говорим про актуальное кино, все что угодно. А вот герой, вот по-вашему, какая картина с Николсоном, где он ответил на вопрос поколения, вот так нельзя жить или вот так надо жить? Какое это кино? Ну, вот пролетая над гнездом кукушки, возможно. Да, я считаю, что это единственное кино, где Джек Николсона совпала, материализация, что так жить нельзя в этом лживом обществе, когда был бум 90-е в Америке, что так нельзя жить по этим законам, что есть там лжеполитика и так далее. Вот, наверное, это единственное кино, где Николсон был действительно киногероем, а не прекрасным персонажем и суперартистом. Возможно, возможно. Есть что еще спросить? Ну, Юрий, наверное, все, остается пожелать вам дальнейших успехов и одно сказать, у передачи есть только один минус, она короткая. Да, спасибо вам большое, мы сейчас, у нас рыбка уже приготовилась, сейчас я гляну на нее, а, очки, очки запотели. Да, сейчас уже все это, значит, мы сейчас выключаем. Итак, мы сейчас с вами прервемся на рекламу, и уже в студию потом придет прекрасная Лариса Гузеева, мы будем говорить с ней уже. Звоните в эфир, если вы помните, помните вам, зрители. Зрители. Звезды. Звез. Звез. Редактор субтитров А.Семкин